вкусно во всем кто и когда поджарил курочку впервые мы никогда не узнаем но где создали самую хрустящую известно доподлинно с ростом ускоренного производства птицы в сша одно время называвшиеся даже у нас ножками душа появилось огромное количество рецептов в том числе и в хрустящей панировке мы будем готовить то что готовят во многих фастфудах америки с их секретами небольшими но позволяющими приготовить мясо гораздо более сочным и хрустящим чем в кфс при этом со вкусами которые поразят вас насыщенностью и простотой возникновения готовить будем из ножек а именно голени традиционные части курицы используемые фастфуд безусловно перед приготовлением их требуется хорошенько промыть консерванты используемые при обработке на птицеферме от порчи продукта при тепловой обработке превратятся в канцероген и крылышек их конечно тоже необходимо промыть мы их еще разделим на три сустава последний сустав мы выбросим в нем нет мяса только кости а два других будем жарить кстати иногда крылышки продают в 4 сустава с лопаткой ее тоже отделим в отдельный сустав далее уложим мясо в судок для маринования у нас один килограмм голени и один килограмм крылышек уложили добавим зелень у меня смесь итальянских сушеных трав орегано тимьян петрушка чабер базилик розмарин вы можете по вкусу или по наличию подсыпали и первый секрет добавляем пахту или сыворотку можно обрат в худшем случае то есть продукты переработки молока побочные после получения творога сыра иногда масла эта добавка известнейший в америке маринад он просто в десятки раз сделает курицу сочнее при этом сохраняя и усилия ее вкус я лучше маринада не встречал для сочности соль в маринад не добавляем она наоборот вытягивает жидкость из продажи также сейчас не добавляем острое молочная кислота убьет остроту напрочь и добавка не сыграет жидкость должна покрыть мясо вот и все требования к объему оставляем мариноваться от 12 часов до 24 в холодильнике обязательно в холоде иначе начнется брожение кислота сделает нас на следующий день дадим мясу стечь а заодно промоем от крупинок специй если их оставить они начнут пригорать и горчить при жарке в вафлете далее не менее ответственные шаги первая панировочная смесь на основе муки муки стакан в нее добавляем полторы столовых ложки сушеного молотого лука столько же сушеного молотого чеснока столовую ложку каинского перца кстати он тут не для остроты смешиваясь с выделившаяся пахтой он потеряет остроту но при попадании в организм человека будет стимулятором аппетита столовую ложку черного молотого перца он как раз даст и легкую остроту и аромат со вкусом и соль не менее двух столовых ложек мы не солим больше курочку это соль в панировке единственная соль для продукта можете по вкусу и больше попробуйте именно соленость первой панировки регулирует уровень суммы жареной корочки перемешаем до однородности и оставим в сторонку далее взбиваем яйца я буду взбивать 3 но как показала практика необходимо было 4 яйца к яйцам добавляем столовую ложку воды они тогда лучше взбиваются для панировки более однородная масса получать этот способ перенят из кухни восточной азии японская и китайская также оттуда же добавим острый соус в моем случае ширирача но может быть любой перечный в сша их огромное множество есть такие по сравнению с которыми ширирача просто нежный кетчуп я добавляю пару ложек будет слегка остро по сравнению с острыми крылышками kfc гораздо менее острый все это взобьем вилкой при добавке воды даже в венчике нет необходимости и то что в компании ну и третьем ванночка для купания это вторая панировка просто сухари панка сухари панка особые сухари они появились в юго-восточной азии и завоевали весь мир это особые сухари которые делают из особого хлеба при соприкосновении с небольшим количеством влаги в нашем случае с яйцом они разбухают и полностью окутывают продукт своей плотной и самой хрустящей корочкой далее выставляем это все для удобства рядом и начинаем окунать сначала мясо в мучную смесь следите чтобы весь кусочек покрылся мукой кстати перед этим его следует обязательно обсушить иначе мука возьмется комками и начнет отпадать во время жарки затем купаем в яичной смеси стряхнули капельки весь кусочек покрыт лизоном и в последнюю ванну сухари панка таким образом покрыли кусочки для одной жарки и жарим во фритюре не менее литра масла проверяем его готовность в жарке спичкой пошли пузырьки значит масло готово в горячее масло опускаем запанированные кусочки мяса поэтому и масло желательно литр большие голени его быстро остыть если их будет больше или масло меньше а так можно поджарить не менее трех штучек за раз жарим минут десять огонь после опускания во фритюр мясо делаем ниже среднего чтобы успела и мясо приготовиться но не сгореть ножки я выкладываю на бумажное полотенце друшлаги тогда лишнее масло не будет портить вкус выложили и так жарим все остальное и голени и крылышки единственная крылышек можно класть штук шесть и жарить минут пять-семь для того чтобы понять что у нас получилось разрежем курочку и увидим тонкую но ультра хрустящую корочку такую вы и в кфс не встретите очень сочное мясо вообще редкость в наших фастфудах оно сочится соком при этом сохранился красивый цвет мяса и поверьте его вкус даже если курочка фабричная будет как полный аналог домашней курицы настолько же насыщенный и вкус а добавка остальных компонентов не делает ее острой но в союзе с молочной кислотой и с другими специями будет разжигать ваш аппетит с каждым укусом попробовали раз вы не остановитесь пока не насытить просто клад для фастфуда не зря это является основой многих сетей быстрого питания в америке а их там бесчисленное множество буквально известные нам маки и кфс это лишь вершина айсберг и причем далеко не самая популярная во многих американских городах приятного аппетита или enjoy your meal что означает наслаждайтесь едой а мы ждем вас на нашем канале корчма подписывайтесь и будьте здоровы